Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся на новой выставке «Ким-солдату», где представлен агитационный плакат, который стал одним из самых известных произведений этого жанра. Его создал советский художник Леонид Голованов в 1944 году. Улыбающийся боец, на фоне движущейся на запад колонны советских войск, поправляет сапог. В его взгляде светится уверенность в себе и своих товарищах. «Дойдем до Берлина», – гласит плакат. В 30-е годы Леонид Голованов иллюстрировал детскую литературу, преподавал в Московском архитектурном институте. Но все изменила война. После начала Великой Отечественной войны художники начали создавать тематические произведения. Самой востребованной формой стал плакат. Человек, ставший прототипом героя, внес огромный личный вклад в победу. Бравый боец, свихрастая челка, не рядовой солдат, а один из лучших снайперов Великой Отечественной войны – Василий Голосов. Сам он этого произведения никогда не видел, да и в Берлине никогда не был. В августе 43-го года, во время налета немецкой авиации, он был смертельно ранен в грудь и похоронен в братской могиле. В октябре того же года ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Плакат писали по зарисовке. Но в произведениях Леонида Федоровича он продолжал жить. Уже после окончания войны Голованов написал еще один плакат, который стал одним из символов победы и в народе стал называться просто «Веселый солдат». На нем фрагмент старого плаката и все тот же боец, но уже на фоне стены с надписью «Дошли». Есть еще и третий плакат, завершающий серию «И в труде побеждаем». Этот плакат создан в 1962 году. Так исполнилась мечта Героя Советского Союза Василия Голосова дойти до Берлина и одержать победу.